Приветствую всех замечательных преподавателей по скрипке. Сегодня очень вдохновляющая, очень сердечная тема — это вибрато. Зачем скрипачам нужно вибрато? Современное исполнение в барочной манере подразумевает без вибрато. Как же нам все-таки в этом моменте поступать? И, допустим, сегодня мама одной ученице позвонила и сказала, мы бы хотели у вас учиться на скрипке, но вот моя дочь училась на фортепиано, теперь хочет на скрипке, и вот ей очень важно научиться вибрировать. А что такое вибрато? Это как, не знаю, как жабло, это что-то такое красивое, волнующее. Через вибрато наша скрипка начинает петь. И когда появилась вибрато? Конечно же, с наших замечательных итальянцев, и техника исполнения вибрато была совершенно другая, через скрипку, через встречные движения, смычок был другой, и вибрато было как украшение. Конечно, вы знаете, что с романтическим движением, когда бельканто, сопрано, вот эти замечательные яркие арии, они подразумевают и вдохновляют тоже скрипачей, использовать это замечательное свойство, подражать человеческому голосу, подражать птичкам. И сегодня эта тема. Итак, вибрато как украшение. Движение я всегда начинаю без без инструмента. Конечно, наше известное золотое колечко, но главное движение, бью, че, сын на башне, тик-так, тик-так. Именно движение к тебе, от тебя. Иногда бывает, что тенденция, вы знаете, вверх или вниз. Оно должно быть для здорового, хорошего вибрато именно пропорциональной, как и часик тик-так. Тик-так. И когда мы второе переносим на деку, это не значит, что мы что-то здесь с кистью делаем, то есть принцип остается те же самые. Все, что естественно в человеческом теле. Никаких загибов, выгибов не должно. Но, когда у вас здесь находится второй пальчик и движение, то оно вдохновляет. А если вы придумаете и подумаете, при этом движении еще шагать, то есть ноги у нас четверти, а вибрато восьмушки. Тик-так, тик-так, тик-так. И потом самое главное, допустим, со второго пальца движение вибрато должно идти на уголок подставки. То есть оно как бы вовнутрь въезжает струны. То есть чем плотнее, то есть вес руки тоже неплохо было бы ощутить, и чем плотнее этот вход в струну, тем звук он как бы сразу объем берет, он сам не прерывается. И именно когда скрипач начинает не просто механическое движение делать, он слышит этот объем, и он становится творцом, как скульптор. То есть он меняет вибрато и в одну, и в другую сторону. Вот я, допустим, тоже так же с учениками занимаюсь. И вот это упражнение бьют, честно, на башне, как ни странно, в любом языке есть, да? И я разрешаю очень часто просто своим ученикам экспериментируйте с мочком. Это первая встреча у нас. Это буквально месяц ученик занимается, и он еще, конечно, его нужно лепить, но вот именно ему очень захотелось тоже сыграть с вибрато. И с закрытыми глазами тоже очень часто хорошее упражнение. Когда человек закрывает глаза, его глаза как бы контролеры, как полицейские, да, закрылись, и он как бы вовнутрь себя входит. И тогда ощущения движения пальца, они совершенно другие. И потом, когда ты поймал это ощущение качественного вибрато, то это уже, конечно, идет для... Чтобы не отвлекать звук, а развить вот эту fine motoric, то есть у меня здесь идет улиточка, то есть пока движения левой руки, они не очень, то есть крупные, а звук не отвлекается, да? Чтобы у нас на правую руку не переходили мелкие упражнения. Я здесь называю улиточка, а здесь у нас просто... Птички поют или кошечка мяукает, да? Ой, кошечка молочка хочет. И вот эти вот звукоизображения, которые издает сейчас ученик, обязательно нужно параллельно к картинке проводить. И вот на длинных нотах вибрируем с остановкой. То есть вначале начинается у нас вибрато. Вибрато. И смычок сверху как... Мы знаем, что есть у нас локтевое, кистевое, пальцевое вибрато. И смешанное. Я начинаю, придерживаясь, то есть мы начинаем вначале кистевое движение. А потом добавляем локоть. Когда уже палец у нас точно знает и чувствует свой вес. Ну, это примерно, конечно, у каждого человека, преподавателя, это по-своему. Стоп. Ну, вот где-то примерно таким образом. Мальчику захотелось венгерский танец сыграть. И я считаю, чтобы тратить время вначале пусто играть, как бы невкусно, без вибрато, допустим, романтическую музыку, я предлагаю их сразу играть и освоивать, по крайней мере, на одной ноте, на ноте ре, как здесь. Подготовили. Хотя бы по нотке добавлять замечательную вибрато. Вот такое мои предложения по вибрато. Это тоже как определенное препятствие на пути к счастливому скрипичному творчеству. Желаю вам успехов. Всего вам самого наилучшего. Субтитры создавал DimaTorzok